Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Наставниками мои гости были Кэтрин Кульман и мать Тереза. И она желает передать вам ту же смелость и сострадание, с которыми действует она сама. Скажите, вы готовы принимать это сострадание и эту страсть? Я готов к этому. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. У меня в гостях доктор Мишель Карал. Мне сложно представить лучших наставников, чем тех, что были у вас. Но ваша первая встреча со сверхъестественным произошла, когда вам было 17 лет. Я прав? Когда мне было 17, я пережила силу Божью во время своего спасения. Я слушала призыв к покаянию. Сила Святого Духа коснулась меня, но внутри меня шла борьба. Не потому, что я не хотела принимать Христа. Думаю, моя борьба была такой же, как у многих людей. Вы спрашиваете себя, если вы выйдете вперед, чтобы принять Иисуса, сможете ли вы жить для Бога? И я не хотела лицемерить. Я хотела принять Христа, но этот вопрос меня мучил. И я почувствовала, как две руки подняли меня. Я хотела выйти вперед, но не знала, стоит ли. Две руки подняли меня, и я тут же оказалась впереди. Я плакала и плакала, и так продолжалось три дня. Вот это настоящее рождение свыше. Это было сверхъестественно и удивительно. А что произошло со всей вашей семьей вскоре после этого? После моего спасения моя мама заметила во мне изменения. Я из поколения 60-х. Она увидела во мне перемены, и ей захотелось пойти туда, куда ходила я. Она родилась выше, а потом и вся моя семья. И все они служат Господу до этого дня. Кстати, со мной произошло нечто подобное. У меня тоже было чудо спасения примерно в то же самое время. Ну а позже я получил звонок от женщины по имени Катрин Кульман. Вы начали посещать ее собрание. А чему же вы научились, когда стали посещать ее сверхъестественные и удивительные собрания? Впервые после крещения Святым Духом я побывала на Пятидесятническом собрании. Я не знала, что такое помазание. И впервые в жизни на служении мисс Кульман я увидела Божье присутствие и даже славу Божью. Я сидела на балконе, и в какой-то момент она начала говорить что-то о слепоте. Вдруг все в зале потемнело, и я увидела что-то светящееся, вроде посоха, который тянулся от одного края скамьи до другого. Он прикоснулся к мальчику, который был слепым от рождения. На том собрании он был полностью исцелен. Если бы вы могли назвать всего одну вещь, которой вы научились у мисс Кульман, что бы это было? Я научилась многому. Во-первых, я научилась тому, чтобы умирать для себя и сделать Дух Святой своим лучшим другом. Я научилась полагаться на Него во всем, повиноваться Ему и стараться не разочаровывать Его. Простите, то есть вы буквально спрашиваете у Него разрешение? Объясните, что вы имеете в виду. Приведите пример. Да, конечно. Например, каждый день, как в служении, так и в повседневных делах, мы должны подчиняться Ему. В Римлянам 8 главе 16 стих сказано «Мы знаем свидетельство Святого Духа». И это свидетельство направляет нас. Я научилась полагаться на это свидетельство больше, чем на что-либо естественное. Если кто-то говорит мне о какой-то встрече или о каком-то деле, я тут же спрашиваю Духа Святого, это правда состоится? Все будет именно так? И если я чувствую помазание, то понимаю, что Он ведет меня в этом направлении. Если я этого не чувствую, то не обращаю на это внимания. А я знаю, что Дух Святой дает вам невероятное мужество, когда говорит вам что-то делать. Я расскажу нечто. В юности вы оказались в довольно опасной ситуации. Поведайте нашим зрителям. Когда вы любите Иисуса и крещены Святым Духом, это один из лучших даров Духа. Вы влюбляетесь в Иисуса, и вы настолько смелы для Бога. Эта работа Святого Духа в вас меня очень волновала спасение людей в Китае. Мы с командой моего служения собирались на Филиппины, и я решила сделать небольшой круг в сторону Китая. Я хотела привезти им Библии, Слово Божье. А вы знали, что за это можете оказаться в тюрьме? Вообще-то, в то время туда можно было попасть за Библию. Совершенно верно. Особенно за Библии на китайском. Я помолилась об этом. Мы организовали группу. Это было служение, которое специализируется на связи с подпольными церквями. Мы решили взять 30 людей, которые будут тайно перевозить Библии. Но когда мы встретились в Гонконге, нам сказали, что не все те люди смогут это делать. Должна быть группа не более 9 человек. Поэтому мы выбрали 9 человек, готовых рискнуть своей жизнью и положить Библии в свой чемодан, зная, что эти чемоданы будут точно открыты. И мы верили, что Господь ослепит глаза таможенников, и они, осматривая чемоданы, не увидят Библии. И знаете, что я скажу вам? Точно так и случилось. Нам удалось сделать это во славу Божью. Я в восторге от работы Святого Духа. Вы говорите на китайском? Нет. А кто-то из вашей группы говорит? Нет, нам так и не пришлось. А что случилось? В этой первой миссии с контрабандой Библии нам удалось перевести их. Кстати, когда они открыли мой чемодан, то были шокированы, потому что Дух Святой дал мне стратегию. Он сказал мне разложить косметику поверх всех вещей в чемодане. Я понятия не имела, что китайские таможенники 80-х ничего не знали о косметике и о том, как одеваются женщины на Западе. Они начали переговариваться между собой, и это отвлекло их от Библии, которые были в чемодане. Слава Богу за это! А когда мы въехали в Китай, к нам приставили охрану. Мы даже не имели ключа от наших номеров. Я начала молиться. Господь, мы рисковали жизнью, чтобы приехать сюда. Но нам нужна возможность, чтобы достигать жителей Китая. С нами все время охрана, мы не знаем языка. Как нам это сделать? Ответь, Господи! Я тоже как-то поехал в Китай, переводчики которых выбрало мне правительство, не переводили то, что я говорил. Они меняли все, что было важно. Я просто не знал, как же с ними бороться. Очень хитрые ребята. Точно, мы знали, что так и будет. Нас предупредили об этом, и нас пригласили выступить в церкви в качестве дружественного обмена. Когда я пришла туда, я знала, что мои слова переводят иначе. Но после всего нас отпустили на патио для дружеского общения. Охранник оставил нас, но строго предупредил. Не говорите о крещении и ни о чем подобном. И мы помолились, чтобы Дух Святой дал нам слова, которые эти люди поймут. И вдруг 9 из 30 членов нашей команды заговорили на китайском. Это был мандаринский диалект. Китайцы во дворе выстроились перед нами и стали сами возлагать наши руки себе на голову, на колени, чтобы мы молились за них. Минут через 7 отвечающий за нас пришел и прервал все это. Он сказал, я же говорил вам не говорить о крещении, запишите сюда свои имена. Мы перешли в другой зал, записали свои имена в какой-то журнал и больше нам ничего не сказали. Да, такое сверхъестественное произошло в Китае. Это было удивительно. Это было совершенно невероятно, что несколько членов нашей команды заговорили на китайском, на том диалекте, на котором говорили эти люди. И мы смогли это сделать. Мы смогли проповедовать им и рассказать об Иисусе. Дух Святой показывает вам сверхъестественные стратегии. Расскажите про красный костюм. Да, мы еще раз отправились в Китай, это было много лет спустя. Я была в Гонконге, и Господь сказал мне... В этот раз я уже изучила местную культуру и то, как люди в Китае мыслят. Господь сказал мне, надень красный костюм с золотом. Я так и сделала. Я надела красный костюм, украсила себя золотом. В этот раз мы сели на поезд. Библии были в наших чемоданах. Когда я вышла из поезда, то увидела много полицейских. Там были военные и военная полиция. Я подумала, Господи, как я пронесу все эти Библии через границу. Тут же так много полиции. И Господь сказал, подойди к одному из начальников военной полиции и попроси его понести твои чемоданы. Представляете? Я так и сделала. Вы помните, что на мне был красный костюм с золотом. А у них какие-то свои суеверия по поводу красного цвета. Я сделала так, как сказал мне Господь. Подошла и спросила, вы не могли бы мне помочь понести мои чемоданы? А что же у них означает красный? Что-то вроде удачи или удачного дня, и я воспользовалась этим. Это стало моей стратегией для проповеди Евангелия. Это было здорово. Ну что ж, и вот я вышла. А вы такая бедная и несчастная. Да, именно. Я вышла и сказала, я не могу это нести, мне так тяжело. Вы не могли бы мне, пожалуйста, помочь? Эти мужчины подошли, взяли мои чемоданы, набитые Библиями, и перенесли их через границу. Могли бы хотя бы дать им по Библии за это. Вам бы хватило смелости, это уж точно. Да, однажды так и было. Я уезжала из Китая, и там был один юноша. Он был один, он был военным, и Господь сказал, твоя жизнь за его жизнь. Я сразу же поняла, что он имеет в виду. Он имел в виду, ты либо пойдешь в тюрьму, либо спасешь его жизнь, если дашь ему Библию. Я подошла к нему и сказала, вы хотели бы одну из них? Он взял ее, и ничего страшного не случилось. Я смогла принести ему Евангелие. Для всего этого есть еврейское слово «хуцпа» или «смелость». Помазание доктора Коралл становилось все сильнее и сильнее, когда она познакомилась с матерью Терезой. А вы хотели бы иметь ту же доброту и сострадание, что и у матери Терезы. Мы скоро вернемся за очередной порцией этого заразительного помазания, а вы никуда не уходите. Хорошо? Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Хочу поблагодарить Бога за вашу программу. Вы благословение для этого поколения. Я два года страдала от ниспадающего жара. Не помогали никакие лекарства. Я смотрела вашу программу с Робертом Хендерсоном, который рассказывал о дворах небесных. Жар сразу же прошел, когда я повторила за ним молитву, и я исцелена по сей день. Меня зовут Рут. Многие годы мы с семьей смотрим вашу программу, и она нас очень благословляет. Когда приходят трудности, я включаю ваше видео, и Господь касается меня и дает мне веру, чтобы двигаться дальше. Я много раз получала исцеление и освобождение, когда враг пытался сбить меня с ног. Наш Мессия, Господь Иисус, великое благословение. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Я так заинтригован. Я никогда не встречался с матерью Терезой. А вот вы провели с ней много времени. Назовите одну вещь, которой вы научились у нее, и которая важна для наших зрителей. Я научилась тому, как в каждом человеке видеть Иисуса, и как не дискриминировать никого, любить всех так, как их любит Иисус. Я стараюсь идти по ее стопам и делать то, что делала она. Это для меня очень важно, и я молюсь об этом каждый день. Нет неважных людей. Конечно, она подбирала человека на улице, которого бросили туда умирать, и давала ему почувствовать, что он самый важный на Земле. Да, это так. Вы встретились с ней в Лос-Анджелесе. Вы встречались много раз, но однажды вы встретились в Лос-Анджелесе. Вы получили передачу силы? Да, так и было. Меня пригласили на встречу, на которой она должна была присутствовать. Это было в небольшом доме в Лос-Анджелесе. Дом был переполнен. Не знаю, как я туда попала. В доме собралось около ста человек. Сесть было негде. Я немного опоздала. Дом был уже переполнен, но меня провели внутрь, и я оказалась прямо рядом с матерью Терезой. Как только она начала говорить, я начала плакать. А почему вы плакали? Я начала чувствовать Божью силу. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Я подумала, что опозорюсь прямо там, перед ней. Я все время плакала и плакала. Она смотрела на меня, будто бы говоря, «Я понимаю, почему ты плачешь». Мне казалось, она знает, что со мной происходило. Я плакала и плакала, и после этого заметила огромные перемены в своей жизни. Это было удивительно. Вы получили нечто очень важное. Что произошло на вашей следующей встрече после той передачи «Помазание»? После следующей нашей встречи люди начали исцеляться и освобождаться. Когда я посещала другие страны, люди вставали из инвалидных кресел. Однажды я приехала на Филиппины для большого собрания в так называемом Колизее. Перед посадкой самолета Господь сказал мне, «Я послал тебя сюда ради одного. Ради одного». Это было огромное собрание. Ожидались десятки тысяч людей. Да, так и было. В тот вечер там были десятки тысяч людей. Но когда мой самолет садился, я четко услышала, как Господь сказал, «Я послал тебя сюда ради одного». И я понимала, что Он не приведет этого одного ко мне. Мне нужно было самой его искать. Этому я научилась у матери Терезы. Искать потерянные души, искать голодных, раненых и тех, кого никто не любит. То есть у меня была миссия с небес найти одну душу. И на следующее утро я отправилась на поиски. И я решила пойти в место под названием Тала. Тала — это лепрозорий. В своем духе я почувствовала, что тот человек будет именно там. Я попросила у медперсонала разрешения войти туда, раздать людям небольшие подарки и помолиться за них. Я точно знала, что найду его. Я понимаю, что вы искали одного, но что было, когда вы увидели много прокаженных? Как они выглядели? У них были разные формы проказы. У них она была сильнее. Но вы понимаете, что она очень заразна? Да, конечно. Это вас не волновало? Не волновало, потому что у меня была миссия от Бога. Я переходила из палаты в палату и молилась за людей. Потом я спросила у медсестры, «Это все или есть еще одна палата?» Она сказала, «Да, но там не только прокаженные, поэтому я не знала, хотите ли вы пойти туда?» Я ответила, «Да, конечно, я хочу». Она сказала, что половина палаты — это прокаженные, а другая половина — другие заболевания. Я вошла, и вот она. Она сидела там, и мне показалось, что ей лет 10. Она была покрыта проказой с головы до 5. Это очень болезненное заболевание? Да, в некоторых случаях проказа очень болезненно. У нее были отметины по всему лицу, на руках и по всему телу. Я постояла там пару минут, а потом спросила, «Привет, дорогая, ты не против, если я посажу тебя себе на колени и помолюсь за тебя?» Она ответила, «Нет, мэм, пожалуйста». Никто не говорил ей такого? Не думаю. Я посадила ее на колени и стала разговаривать с ней. Я спросила, сколько ей лет, как ее зовут, сколько она там. Я провела там минут 10 и знала, что мне нужно уходить, потому что мне нужно было еще два часа ехать в Манилу. И перед уходом на небольших бумажках я написала, «Иисус любит тебя», и «Тетя Мишель любит тебя». Я расклеила эти бумажки повсюду и попросила кое-кого на Филиппинах приглядывать за ней, посещать ее, потому что я знала, что она сирота. Я уехала, и через две недели я получила письмо. Она была полностью исцелена от проказа. Это было удивительно. Господь исцелил ее. Аллилуйя. Подождите. Это еще не конец истории. А что произошло, когда она выросла? Когда она выросла, то получила диплом учителя, а сейчас она учитель. Она замужем и присоединилась к моему служению на Филиппинах. Она молится за людей по телефону. Я слышал, что многие люди исцеляются, когда она молится за них. Да, когда я приезжаю на Филиппины, чтобы служить людям, она в моей команде. Она возлагает на людей руки, и они исцеляются. Сила Божья полностью изменила ее сверхъестественно. Я знаю, Бог заинтересован в вас, как и в той маленькой девочке, к которой никто не хотел прикасаться и иметь что-то общее с ней. Вот какова любовь нашего Бога. Многие люди слышат слово «помазание», потому что его часто используют в различных кругах. А вы расскажите, зачем людям нужно это помазание? В чем его преимущество? Во-первых, помазание нужно вам, потому что оно влюбляет вас и Иисуса. Помазание дает вам силу от Бога, чтобы проходить все обстоятельства. Кто-то из вас проходит сейчас невыносимые испытания, и вы думаете, «Как я выйду из этого?» Помазание похоже на масло. Если вы выливаете масло в какую-то субстанцию, оно поднимается наверх. Так же действует помазание. После кризиса вы будете подниматься наверх. Но помазание дано вам не только для этого, но чтобы сделать вас главой, а не хвостом. Помазание даст вам силу. Через помазание Господь будет накрывать для вас стол на глазах у ваших врагов. Я обращаюсь именно к вам. Вы проходите испытания и не знаете, как это пережить. Знайте, что помазание на вашей жизни неспроста. У помазания есть свои цели и особенности, и они будут проявляться в любых обстоятельствах. Бог будет использовать это для своей славы, и Он будет использовать вас для своей славы во имя Иисуса. Вы напомнили мне о месте Писания, где сказано, что помазание разрушает дремена. Проблемы, которые вы проходите, болезнь, с которой вы сражаетесь и вмешиваются в жизнь близкого вам человека. Помазание разрушает все времена. Продолжайте. Да, я чувствую, что сейчас нас смотрят несколько человек, у которых есть какие-то узы рабства. Кого-то из вас сковывает страх, у кого-то какая-то зависимость, и Господь прямо сейчас хочет разрушить это. Даже из зависимости? Да, помазание очень сильно. Оно разрушает зависимости, и прямо сейчас мы высвобождаем это помазание. Мы приказываем ему прийти в вашу жизнь. Господь, кто-то сейчас поднял руки, и ты помазываешь их. Иные языки это доказательства действия Святого Духа, но и это еще не все. Кто-то сейчас видит видение, кто-то сегодня ночью увидит сны от Бога, в которых Бог направит вас к вашему предназначению. У кого-то в сердце сейчас горит огонь. Этим огнем Господь говорит, да, иди вперед, мое дитя, действуй для моей славы. Кто-то задается вопросом, идти ли мне в служение или оставаться ли мне в нем. Господь говорит, да, идите в служение. А если вы хотите сдаться, Господь говорит, продолжайте служить, продолжайте, принимайте, принимайте помазание, и Бог будет использовать его для своей славы. Просто откройте свое сердце для Бога прямо сейчас и принимайте сверхъестественную Божью силу и Божье помазание. Аллилуйя, слава Богу! Аминь. Это значит, да будет так. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Сид, я купил сверхъестественную Библию. Меня так благословляет ее изучение. У меня есть Библия Дейка, «Один новый человек», современный перевод и расширенная версия. А сверхъестественная Библия «Лучшая, которую я когда-либо читал». Спасибо вам за нее. В прошлом году мои глаза начали вращаться, и у меня было косоглазие обоих глаз. Правый глаз повернулся наружу, а левый внутрь я возложила руки на глаза, когда проповедник начал молиться. Мои глаза начали быстро моргать, затем проповедник сказал пойти и провериться. Я посмотрела в зеркало на мои глаза, и они больше не блуждали. И так до этого дня Господь полностью исцелил мои глаза. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Родни Хоук. Какой была бы ваша жизнь, если бы вы были свободны от всех твердень в вашем разуме? Включайте следующий выпуск программы «Это сверхъестественно». Я расскажу вам, как быть свободными от любых демонических твердень. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин